В НАСА перенесли полет к Луне на 2025 год, ну а первая за 50 лет высадка человека произойдет не ранее 2026. Космическое агентство планировало отправить четырех астронавтов к Луне в рамках проекта Artemis в конце этого года, но перенесла его для усовершенствования техники безопасности и устранения технических проблем. С вами Няхта, все самое важное и интересное на этот час. Война с РФ и планы Киева по вступлению в НАТО и Европейский Союз. Хазеленский прибыл с внезапным визитом в Литву, чтобы обсудить эти вопросы. Нефтебаза, цех филиала «Орел Энерго» и склад завода по ремонту мостов повреждены во время атаки на Орловскую область. Системы радиоэлектронной борьбы выполнили свою задачу. Пока Подмосковье мерзнет, Путин впервые за 24 года посещает Чукотку. Пощупал огурцы и помидоры в местных теплицах. Доброе утро, дорогие подписчики! Снова вынуждена выпрашивать лайки и комментарии для нашего видео. Сделайте это прямо сейчас, но или чуть позже главное об этом не забыть. Ведь ваша активность говорит YouTube о том, что мы вам интересны и это очень помогает продвижению наших видео. Итак, врываемся в новости. Израиль впервые задействовал целый дирижабль в борьбе с террористами Хезбаллы. Ситуация на Ливан на израильской границе заметно ухудшилась в последние дни. Хезбалла обстреляла ракетами радиолокационную станцию в Израиле, ну а Ацахал убил с помощью беспилотника одного из лидеров группировки Васама Альтавила. Министр обороны Израиля Юав Голланд, в свою очередь, дал понять, что если Хезбалла не прекратит обстреливать ракетами израильские общины на границе с Ливаном, то Ацахал не будет уклоняться от дальнейших военных действий. Мы убили командира воздушного подразделения Хезбаллы в Южном Ливане Али Хусейна Барджи, также известного как Абу Махди. Он был убит в результате авиаудара ВВС. Али руководил десятками так беспилотников на Израиль. Кроме того, мы уничтожили крупнейший объект Хамаса по производству ракет и оружия в Альбу Рейджа. В ходе оперативных мероприятий по уничтожению подземной инфраструктуры оружейного завода произошел взрыв. По всей видимости, танковый снаряд попал в ближайший стоп электропередач, что привело к взрыву. Погибли шесть солдат и 14 были ранены. Накануне армия РФ снова обстреляла Харьковскую область. Две управляемые авиабомбы скинули на село Ольхават Кокупинского района. Одна из них разрушила половину школы. Спасатели оперативно потушили пожар. Обошлось без жертв и пострадавших. Вторая упала на территории частного сектора. От осколков погибла женщина. Окупанты нанесли удары управляемыми авиабомбами по село Ольхават Кокупинского района. В результате вражеского удара погибла 48-летняя женщина. Повреждены 10 частных домов, магазин. В результате обстрела возник пожар в школе. Экстренные службы продолжают ликвидацию последствий. Зеленский прибыл с необъявленным визитом в Литву. Эта поездка станет началом турне по странам Балтии, во время которого президент Украины собирается обсудить войну с Россией и планы Киева по вступлению в НАТО и Европейский союз. Учитывая растущую и вероятность затяжной войны, Украина обращается к своим западным союзникам за дополнительной финансовой и военной помощью, отмечает Рейтер. Странные балки стали одними из самых верных союзников Украины после российского вторжения. Система ППО – это то, чего бракует номер один. Боротьба против дронов. Я рад, что у нас есть договоренности с Литвой и с многими другими партнерами также. Виробничество своих дронов. Не буду сейчас говорить о количестве, но мы нарушим и свои виробничества. Это то, что требует сегодняшний час и безопасность для наших цивильных людей. Перш за все, никаких тисков от партнеров немае щодо припинения нашего защиту. Я бы не сказал бы припинения боевых действий. Все-таки это наш защит. Припинение нашего справедливого защита и припинение нашей борьбы. С этого привода тиска нет, что до замороженного конфликта. Пока еще нет. Нефтебаза, цех филиала «Орел Энерго» и склад завода по ремонту мостов повреждены во время атаки на Орловскую область, сообщают источники телеграм-канала «Астра». Канал приводит уточненные подробности атаки. Легкие ранения получили два работника цеха. Медицинскую помощь им оказали на месте. Помимо этого разрушен резервуар с дизельным топливом. Это уже третья атака беспилотника на Орловскую нефтебазу с начала полномасштабного вторжения. Системы радиоэлектронной борьбы выполнили свою задачу. И те цели, которые были определены, видимо, тем, кто отправлял к нам беспилотники, не достигнуты. В критических объектах инфраструктуры не пострадало. Сейчас идет работа уже по восстановлению. Каких-либо сбоев в систему жизнебеспечения также не допущено. И те работы, которые сейчас предпринимаются, они позволяют нам спокойно работать дальше. Мобилизованного из Воронежа, который записал обращение к Путину, посадили в яму для штрафников в Луганской области. Об этом сообщили важные истории со ссылкой на активистов движения «Путь домой». Видеоролик с призывом закончить боевые действия в Украине шпилевой опубликовал 19 декабря. Он набрал сотни тысяч просмотров. Когда в конце декабря он вернулся из отпуска в военную часть, родные потеряли с ним связь. У мобилизованного дома страдает семья, скучают друзья. Мобилизованный по всем скучает. По детям, по своим. У кого нет детей из мобилизованных, они хотят родить детей. И хотят жить спокойно, долго и счастливо. А наш президент не хочет этого дать. Лукашенко помогает Путину преодолевать кризис с яйцами. Поставки куриных яиц из Беларуси в Россию выросли за первые дни января почти вдвое. Этому предшествовало распоряжение Лукашенко руководству Витебской бролерной фабрики поделиться с соседями яйцами на фоне дефицита этой продукции в РФ. По итогам прошлого года цены на яйца в России выросли более чем на 50%. Власти надеялись путем обнуления пошлин справиться с ростом цен. Впрочем, это не помогло. Курица есть? Конечно. А яйца? Тоже есть. Так надо Путину перекинуть эти яйца. Да мы им помогаем, но им все мало. Конечно. Ну это и хорошо. Пусть покупают, чтобы у нас проблем не было. За первую неделю этого года жители 19 регионов России остались без допления в морозы. Причем в некоторых регионах в эти дни было до минус 37. Отключение затронули несколько населенных пунктов Свердловской, Ленинградской, Тульской, Ярославской областей, Приморья, а также крупные города. В Петербурге в минус 30 полопались трубы в жилых районах. Прекратили работу два торговых центра. В электростаре жители разводили костры во дворах. В Подмосковье работали пункты обогрева. Сегодня вот все. Уже последний день, что сегодня все сделают. Но мы уже не знаем, верите им или не верите. Я сюда пришла за обогревателем, потому что у меня площадь квартиры большая, у меня есть обогреватель, но он не прогревает квартиры. У меня в квартире держится 4 градуса всего. Максимум при использовании всех обогревателей газовой плиты. Мне еще повезло, у меня газовая плита. У меня квартира прогревается до 10-11 градусов. Вместо решения проблемы власти Подмосковья по прочению Путина национализируют патронный завод, на территории которого расположена проблемная неработающая котельная. Руководил предприятием бывший охранник Путина, а затем эксполтковник ФСБ. Следом задержали замглавы администрации Подольска, который подписал акт проверки готовности оборудования к отопительному сезону, несмотря на неполадки. Кремль только спустя неделю прокомментировал аварии. По словам Пескова, власти прикладывают титанические усилия. И отремонтировать все в ближайшие 10-15 лет невозможно. Лучше ведь на эти деньги развязать преступную войну. Ситуация с отоплением решалась весьма оперативно с самого его начала. Вы знаете, что во всех местах, где были аварийные ситуации, все экстренные службы, все службы ЖКХ, муниципальные службы, районные, региональные работали в круглосуточном режиме. Но, во-первых, речь идет об аномальных морозах. Во-вторых, конечно же, несмотря на все титанические усилия по обновлению всех систем ЖКХ, естественно, определенная их часть все равно остается достаточно в ветхом состоянии. Эти программы будут продолжаться, но ни за 10, ни за 15 лет обновить все трубы, все системы ЖКХ невозможно. Поэтому, конечно, эти программы, они растянуты по времени. Но, тем временем, царь в рамках предвыборного тура и купания в народной любви колесит по стране. Я впервые с начала правления посетил Чукотку, где понюхал помидоры и потрогал огурцы в местной теплице. В местном супермаркете, к слову, помидоры продают по почти что 20 долларов за кило. Интересно, много ли местных их покупают? Вот и огурчик прям, да. И прям вот оно все вырастает, да. Там поменьше, а? Там сот. Первый раз. Вот, честно, тоже, тут же определенное прищипывание идет, технология. Местные жители вышли на улицы Анадыря в минус 27, чтобы встретить кортеж Путина. Впрочем, выходить к неподготовленному народу он не стал. Позже состоялась встреча с жителями региона, на которую президент РФ привел в пример советские мультики, потому что от зарубежных у него башка отваливается. И пожаловался, что его перестали узнавать школьные друзья. Известная шутка на этот счет. Как вы расслабляетесь? Я не напрягаюсь. Но это, конечно, не так, потому что жизнь заставляет напрягаться. Вы знаете, вот я когда, редко, но встречаюсь со своими, там, одноклассниками, однокурсниками, и они часто смотрят на меня, говорят, мы, я, говорят, не верю, это ты или не ты. Вы знаете, в чем дело? Человек сам не всегда понимает, как он себя будет вести, когда он оказывается на определенном уровне ответственности. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На этом ставлю точку. Благодарю, что были с нами. Если вы хотите получать информацию более оперативно, приглашаю присоединиться к нашей многомиллионной аудитории в Телеграме или Иксе. Поблагодарить нас за работу можете с помощью кнопки «Спасибо» под этим видео или по ссылке в описании. До новых встреч, хороших новостей, слава Украине, живей Беларусь! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok